В чем вообще суть бикерники и трассы в Латвии? Потому что это трасса. Я вообще считаю, что чем больше стационарных трасс, а тем более с такой историей, как у бикерники, тем лучше для чемпионата Европы Дрифтмастерс. Потому что вот эти вот площадочки, круги, какие-то стадионы, мне кажется, что время это уже, так сказать, перерасти и забыть. Субтитры сделал DimaTorzok Суть в том, что когда мы собирались в Латвию, я понимал, что мы едем в мясо конкретное. Потому что я был там не один раз, я был там как судья, судил гонку по старому конфигу. Я присутствовал там как просто зритель, поддерживал там команду свою, да, предыдущую. Я приезжал на HDK Challenge, который устраивал Кристос и Харрис. И это выглядело очень круто и вызывало прям восхищение, особенно вот эта последняя стена. Латвия вообще такая страна, где тебя встречают всегда с распростертыми объятиями вроде бы, но уезжаешь ты с побитой машиной нахрен оттуда. Я думаю, что это конкретно тот же случай. Плюс это или минус, мы узнаем чуть позже. Насколько я помню, бикерники были построены примерно в тот же период, что и трасса на Чайке у нас в Киеве. То есть это тех же годов, так сказать, строения, которое почему-то в Риге до сих пор живет, а у нас, к сожалению, вот в таком упадочном состоянии. Мы там пытаемся как-то возобновить что-то, асфальтировать, красить какие-то поребрики, проводить мероприятия. Но если сравнивать Чайку с бикернейкой в Риге, это небо и земля. Может быть, потому что это и Европа, или может быть, там другое отношение к гонкам, к культуре и вообще к автоспорту. Непонятно. Но трасса тех времен с таким же асфальтом жестким, с огромными толстыми поребриками и самое ужасное, или наоборот красивое, то, что она построена в лесу. Мимо сосен, мимо ям, бугров, обрывов и так дальше и тому подобное. Огромные трибуны еще тех времен советских, которые, кстати, ребята сейчас чуть-чуть переделали, адаптировали под современный лад. Там сейчас удобно находиться, там стоят сидушки. В общем, по пути в Ригу я четко понимал, что еду на конкретную трассу. На страшную и на самую быструю в этом сезоне. Самая скоростная постановка на бикернике. И Медуза, и я к этому морально вроде бы были готовы, но все равно страх присутствовал. Я воспринимал эту трассу по-другому. Она мне казалась опасной на входе с непонятной постановкой, она мне казалась достаточно узкой, но достаточно юзабилити. То есть ее можно было проезжать, по моему мнению. Но когда сегодня впервые я оказался здесь как пилот и взял самокатик Рейтсер, между прочим, и прокатился по треку, я понял, что очень много вопросов. У нее очень много моментов, к которым нужно привыкать. Короче, теперь для меня эта трасса как для пилота, а не кусок асфальта с вот такими поребриками, как для судьи или для зрителя. Посмотрим, что из этого получится, а я пошел готовиться. Кроме этого, трасса в Риге славится еще тем, вернее не сама трасса, а место, где она построена, что там находится штаб SGK, там строятся все машины от SGK, там орудует Харрис, там база Кристопса. И этим, тем, что там находится место, где инженеры и мыслители современного дрифта, так сказать, строения находятся прямо на этой трассе, она тоже стала достаточно популярной в последнее время. Потому что тот продукт, который выпускают из SGK, достоин внимания и уважения. Тем более они строят машины для всего мира. Клиенты есть и в арабских странах, и в Штатах, ну и конечно же в Европе, и даже в России. Мы, конечно, не побывали, ну вернее я-то побывал в боксе у Кристопса и Харриса, но я думаю, что этот выпуск не об этом. Этот выпуск о том, что Кристопс уже второй год подряд на Drift Masters не может пройти квалификацию. Меня это очень пугало, пока я туда не выехал, и я думал, что если Кристопс не может пройти квалификацию, то, наверное, это вообще невозможно, и что я здесь делаю. Но это не так. Привет, мой дорогой парень! Как дела? Нормально. Как у вас дела? Еще не знаю. Там брифинг через 10 минут. Да, мы идем. Адей, да? Я думаю, что там в белой палатке брифинг, да? Окей, начнем брифинг. Приветствуем вас всех на четвертом этапе чемпионата Drift Masters в Риге. Я надеюсь, вам понравится трек. Мы немного изменили его с прошлого года, особенно последний сектор, и я на 100% уверен, вы его полюбите. Судейское задание мы определим позже, а сегодня вас ждет день тренировок. Также вы знаете, что в этом году мы не проводим парад по городу, а вместо этого будет шейкдаун по всему гоночному треку. Итак, что мы хотим видеть в зоне инициации? Постановка, раскачка или плач-киком, смещаясь к середине трека. Сейчас там нет нарисованной линии, так как сначала мы хотим понять, насколько сильно вы смещаетесь, и сколько места вам необходимо. Ну, когда я пришел на брифинг и понял, что скорость постановки достаточно высокая, Когда озвучили задание, и когда это задание было жестче в два раза, чем задание, например, HGK или задание прошлого года Drift Masters, потому что зоны внешние на постановке и измененная последняя часть трассы, там поставили бетон, как на HGK Challenge, были прорисованы в полутора метрах от бетона и по всей длине. То есть это была конкретная зона, не touch and go, не три метра у стены, а, сука, от начала и до конца. Таким образом усложнилась постановка, которая и так, мне кажется, не постановка. Она очень смазанная, в маленький угол, потом надо угол наращивать. В общем, не могу это назвать прям постановкой, как мы привыкли в дрифте, там, американском или японском, да. Заканчивая вот этой крайней, последней частью трассы с бетоном вокруг, там вообще кошмар. Туда надо залететь на полном ходу и при этом подобрать такую скорость, чтобы не сильно останавливаться, подлетая к этому бетону. То есть нужно выбрать темп заранее. Кроме этого, на трассе еще после второй перекладки есть зона опасная после прошлого года, где Олафсон перевернул свою BMW. Как вы помните, я говорил про большие толстые бетонные поребрики, которые очень высокие над уровнем, так сказать, основного асфальта. И он там зацепился колесами, потом влетел в траву уже под таким наклоном и перевернулся. Но эта зона осталась на месте и никто ее как бы не регулировал и не редактировал. И в нее нужно было приехать, только теперь на еще более высоком ходу, потому что внутренний клип после первой перекладки, оказывается, никто не отменял. И ты набираешь огромный ход и прилетаешь туда. Я, например, туда заезжал на четвертой передаче и только под бетоном включал уже третью. Особенность трассы еще в том, что ты ставишься в районе 150-165 км в час и после этого набираешь скорость дальше. То есть отпускать газ, наверное, нужно перед второй перекладкой. А если ты отпустил его до этого, ты не собрал трассу и никуда не попал. Еще что конкретно не похоже на все остальные задания, и это всегда касалось Drift Masters, они четко видят, когда ты едешь медленно. То есть чисто теоретически можно было надуть колеса, сделать высокое давление и на легком, так сказать, дресселировании собрать всю трассу, все клипы в больших углах, притормаживая и так дальше. Но они это видят, судьи. Вот такой расклад, я это понимал, и мы очень долго играли с давлением. Потом я уже понял, что это все было зря. Нужно было ехать на одном и том же, не парить мозги, можно было бы привыкнуть к этому давляку. Но мы игрались. Наверное, это плюс. Это отразится в следующем этапе, вы посмотрите потом уже из Германии и все поймете. Первый. Группа А. И вы в группе А, и Люк в группе А, и Гоча в группе А. И Кристофс Блуж в группе А. Кроме этого, еще, конечно, будоражили такие моменты, как Wild Cards. Как вы знаете, это некие пять пилотов от каждой страны, где происходит этап Drift Masters, которые могут ехать эту гонку от этой страны. И в случае с Латвией, Латвия представила не только своих латвийских пилотов, а также Георгия Чевчана, он же Гоча, Алексея Головню и Дмитрия Илюка. Очень жаль, кстати, Чепу Алексея Головня не смог выехать даже на квалификацию с машиной с жвачкой, которая принадлежит Косте Андрееву. Там были некоторые проблемы, и ехать вроде бы можно было, но никто не хотел рисковать. Ну, вы сами понимаете, почему. Поэтому Чепа очень хотел, но не смог поехать эту гонку. В отличие от Илюка, Гочи и меня. Почему я так перечисляю? Потому что мы все, так сказать, в русскоязычной тусовке, понимаем друг друга и давно знакомы, и поэтому мы как будто одна типа банда. Конечно же, все внимание и все взоры были прикованы к Гочи, потому что это как будто поделило тусовку вообще мировую на два лагеря, потому что Гочи чемпион мира считается по версии FAA. Он чемпион Russian Drift Series, одного из трех самых крутых чемпионатов в мире. А при этом Джеймс Дин, который сейчас лидер чемпионата, он чемпион формулы дрифт и дрифтмастер GP. Поэтому эту зарубу ждали все. К сожалению, она не произошла, но хотя бы один тренировочный заезд они прокатили. Кроме этого, на эту тусовку еще приехало очень много мировых дрифтовых, так сказать, серьезных людей, звезд. По случаю была организована встреча рабочей группы FAA по дрифту. Приехал Дмитрий Добровольский, Райан Лантейн, очень большая делегация с разных стран, а также японцы. И они тут как бы обсуждали судьбу дрифта. И мне это особенно приятно, потому что я принимаю участие в организации дрифтов в нашей стране. И для меня важно, чтобы дрифт шел в правильном направлении. Пообщавшись с каждым из них, я понял, что они настроены серьезно. Особенно по правилам техническим, по безопасности. И просто от этих правил многое зависит. И чем больше структурированы будут конкретно эти пункты, тем больше дрифт будет похож на настоящий спорт. И кольцевики, и картингисты, и ролисты перестанут нас называть, так сказать, аутсайдерами. Хотя они давно понимают, что это не так. Тут очень серьезная движуха, и поэтому нельзя биться, так сказать, мордой в говно. Посмотрим, доросли ли у нас яйца до этой трассы. И да вообще до такого мероприятия. Посмотрим. Биђернику трассе Дзинтера Волга, Вилинайя Волгас, Москвичус и Сацикшу машинас. Дзинтера Волга, Вилинайя Волга, Вилинайя Волга. Дзинтера Волга, Вилинайя Волга. Дзинтера Волга, Вилинайя Волга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Любимый суп дня в этот раз был вообще шикарным Я вообще очень люблю, когда мы его делаем где-то в сервис парке Там, где куча дрифтеров, фанаты подходят, какие-то знакомые, мои какие-то кенты, друзья И в этот раз получилось не хуже Собралась огромная толпа вокруг Все ждали, когда же я буду делать суп дня И это в Риге, чуваки, не в Киеве, не в Белоруссии Это в Риге происходило И фишка этого супа дня была, что Гоча со своей чевчаночкой, Вася по уголкам, так сказать, припорошил Припорошить же надо Так, много Гочи не леет Все, льем, да? Да Что делать? Чевчаночка, чевчаночка Что надо? Вот так должен сделать, вот припорошить Вот так, давай Давай Вот, правильно, молодец Вот так Чуть-чуть Вот так А то переводит И вот так Припорошить Спасибо большое И вы знаете, от этого я кайфую не меньше, чем от дрифта И я думаю, все вместе со мной тоже кайфуют Поэтому и вам советую, особенно тем, кто не кайфует И вообще побольше слова кайфуют в вашей жизни должно быть, я считаю Когда я судил мероприятие на бикерниках И когда я смотрел на дрифт на этой трассе Я... Мне казалось, что это легко Ну так всегда кажется Со стороны, сидя на диване Где-то там на трибуне Или на той же судейке Ты думаешь, ну как? Ну тут неужели тут нельзя чуть-чуть дотянуть? Сука, нельзя И я это понял только в этот раз Когда сел за руль боевой машины И выехал туда как пилот впервые Для меня вообще каждая трасса в Европе Как для участника, как для дрифтера Она целочка То есть первый раз я выехал туда И теперь трасса выглядит по-другому Из салона машины Это опасная, скоростная, узкая дрянь Которая, к сожалению, может не простить тебе ошибок И тут приходится как раз не сочувствовать Тому, что происходит и этой трассе А наоборот, как будто бороться с ней Ты должен выезжать и валить как скотина Закрывая глаза Иначе ты разобьешься То есть вот это вот слово аккуратничать тут не подходит Чем больше ты будешь аккуратничать Тем больше вариантов того, что ты останешься где-то в стене Привет всем и добро пожаловать на четвертый этап Европейского чемпионата Drift Masters It's Riga Baby! Мы в Латвии И это этап, которого все так долго ждали Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Тренировка Тренировка прошла прекрасно Даже учитывая наши изменения в давлении, шинах, каких-то стратегиях моих Она прошла классно Я, наверное, накатался впервые за три этапа Drift Masters в Риге Я, если честно, уже побольше привык к Медузе Я понимал, что она делает Единственное, что до сих пор боялся залезть в большой угол И, если честно, ее ударить Это понятно, что это на подсознании Бития готов даже сейчас Но ударить боялся И вот произошел тот момент, когда я уже был готов это сделать Но все равно не долетал Мне технически не позволяла Вернее, не технически, а морально Моя какая-то стратегия Долететь туда до бетона И все-таки вольнуть уже И почувствовать, где же эта грань, мать его Леди и джентльмены, добро пожаловать на четвертый этап Европейского чемпионата по дрифту Который принес нам так много особых моментов в этом году Мы в Риге, Латвия Итак, Макс Миллер и его невероятная BMW 4 серия Мне кажется, она слишком хороша, чтобы ехать по треку и чесать стены Знаешь, она должна стоять где-то в шоу-руме и полироваться воском каждое воскресенье 650 лошадей, мотор General Motors под капотом и бешеный украинец за рулем Небольшая раскачка, чуть пошатнулся Немного цепляет зону, чтобы, побыв там, снова вернуться на траекторию Судья как раз видит он борт, а машина даже немного подпрыгивает, проезжая мимо них Газ в пол, но точно заезжая во все внешние зоны Хорошо, зацеплась только, что переднее колесо отрывается от земли Это стоило ему не сильно внятной перекладки Пытается подрегулировать себя поближе к стене Пошатнулся в начале, хорошо проехал в середину и снова пошатнулся в конце Не самый идеальный проезд для Миллера, но, как по мне, на идеальной машине Я просто ее обожаю, я большой фанат, да Четвертая позиция на данный момент для Макса Миллера с 65 баллами Очень непросто Проехав первый заезд к Валы, я понял, что я как бы все проехал Учитывая ультрадержак, который они требовали на брифинге Я не смог сразу нормально поставиться Хотя постановка была как таковая, потому что она открытая по судейскому заданию Я поставился, вроде бы все протянул Понятно, что с вопросами, но от последнего бетона От последнего полукруга, на который они прям взор свой кидают, Вася, ответственно Я был очень далеко Потому что я думал первый раз так проехать, сайвовенько, так сказать Но получилось слишком сайвовенько И это не тот чемпионат, где можно проехать сайвовенько и пройти квалу К сожалению, или к счастью, может быть это как раз и мотивирует И я понял, что на вторую квалу надо, так сказать, ляпнуть ответственно Разгоняюсь во всю дырку, все что могу Кстати, мне кажется, я один из немногих, кто разгонялся там во всю дырку Я это понял на парных тренировках, когда ехал за другими пилотами Опять словил чуть-чуть передержак на постановке Но при этом собрал всю первую зону Офигенно забрал вторую Дотронулся до внутреннего этого Touching Go Мне кажется, вообще жирнейший На супердержаке Прям облокотился на третью подсудейской внешнюю зону Идеально собрал то место, где перевернулся Олафсон И вот момент перекладки Нужно лететь в бетон И я думаю, Максим Ты или сейчас будешь надрачивать эти ручнички свои Или ты должен туда ляпнуть И будь что будет Но лучше уже, это же третий этап, ребят Лучше уже развалиться в бетон, чем не пройти квалификацию И я, короче, плюю туда на медузе Чисто теоретически мне показалось Что я выбрал чуть неправильную траекторию Но мог проскочить по диагонали, скажем так Бью жопу сильно Очень сильно мне показалось Но я был к этому готов Потому что я интуитивно понимал, что я сейчас ударюсь Я двумя руками за руль Готов выкручивать Типа спасать морду, скажем так Но удар оказался скользящим все-таки Что позволило мне с легкой корректировкой Но закончить свой заезд Не понимаю, братан Рискнул же везде Долетел прям туда Знал, что зацеплю 300% знал Везде давил на газ Я туда заехал на четвертой передаче И вот перед тем, какую Я включил третью И открылся там И после того, как ударился Возьми обоссал ноги А выкрутил руль Нажал вонючку И под этим же бетоном Царапая ее дальше Доехал до финиша Это не 66 баллов Может я что-то не так понял задание Может надо ехать внутри Я не знаю, что делать Сука Квалификацию-то я прошел Но мог пройти ее на 15 баллов выше Если бы не удар Потому что судьи молодцы Они от крайности в крайность Если ты едешь в таком сейв режиме Плохо Если ты ввалился в стену Но проехал Тоже плохо Потому что за тобой ехать тяжело И это может Мой удар мог дезориентировать В парном заезде Позади идущего То есть это такой элемент Unchaisable run Который они считают Жестким нарушением в квалификации И за это отнимают баллы В моем случае это минус 15 баллов А это по проходному Так сказать В этой квале Я не знаю, где-то 15-12 место было бы Но Мне-то это понравилось Я наконец-то подумал Вау! Я ее ударил Все офигели Я офигел И это как будто Открыло во мне что-то Что я могу теперь Бить ее и ехать Так как я хочу Наверное, это и был Переломный момент В этом сезоне Вот конкретно Этот удар на второй квалификации После которого Медуза Для меня Стала роднее Едем с Джеймсом Дином Братан, значит Во-первых, я недоволен Конечно, результатами Квалификации Но не настолько Недоволен, как в Польше Если честно Недоволен оценкой Потому что Мой второй заезд Был в два раза лучше Чем первый А мне добавили только один балл И повысили Но ничего страшного Главное, что мы попали В топ-32 Как бы на 31-ю позицию И едем мы с Джеймсом Дином Джеймсом Дином Как я уже говорил Что главное Как бы не победа А участие И хоть фотки будут красивые Отвечаю А во-вторых Если у него выиграть Уже круто Да, Чем? Вдруг получится Проиграл? Не страшно Выиграл? Ну страшно Нормально все Да? Да Это Рига, baby! Продолжение следует... 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 На тренировке и мой споттер Женя мне неоднократно говорил по поводу Хутонжи и еще нескольких пилотов, что у них двойная постановка. Это значит двойная манжа, типа лево-право, лево-право. И он меня предупреждал, когда я стоял на старте в топ-16 вместе с Элли и говорил, типа, Макс, помни, он там будет вафлить эту тему. Типа, ты подожди, пока он все это сделает и поставься к нему потом. Судьи это оценят как его бог, а не твой. Как делает, например, Гоча, он всегда ждет, пока первый сделает все свои приколясы, а потом подстраивается прямо в базу. Но послушайте, это он кому говорил в наушнике? Мне. Мне, который сидит там в шоке, не как с Джеймсом Дином, не на расслабоне, не на улыбке, а весь на эмоциях с закрытым визором, мать его, с потными ладошками внутри перчаток с парку. Это было жестко для меня и тут я начал нервничать. Хотя на тренировках, например, с тем же Хутонжи, я вообще еду на расслабоне. Но почему-то в этом заезде произошла вот такая темка. Наверное, потому что я попал в топ-16 на шару. Следующая борьба тяжеловесов. Эли Хутонжи из Германии встретится с Максом Миллером из Украины. Эли Хутонжи пришлось попотеть, чтобы оказаться здесь, а у Макса теперь появилась возможность преследовать артлет Редбулл в первом повороте. Кто атакует первым? Смотрите, почти контакт на постановке. Миллер начинает очень близко. Да, очень близкая постановка для Макса Миллера. Оу, большая ошибка. Большая ошибка для Макса. Да, перекладка была совсем не вовремя. А Эли Хутонжи в это время просто пролетает по треку. Миллер пытается реабилитироваться, но допущена огромная ошибка. Была попытка догнать темп Эли, но тот уже финиширует. И конкретно его вот эта постановка сбила меня с толку. И я сломал себе всю траекторию. Приехал к нему через внутрь по диагонали. Как раз уже в то место, где я должен был готовиться к перекладке. И на самом деле я оказался к ней не готов. Ее можно было сделать. Но я зассал. Потому что мне казалось, что я слишком быстро и не на правильной траектории могу ударить его. И мы вместе полетим туда, откуда уже не возвращаются. Поэтому я провтыкиваю перекладку. Ухожу наружу. И перед глазами бетон. Ну, уезжающий Эли, конечно, в сторону. Туда, куда я должен был вместе с ним следовать. Но перед моими глазами бетон. Поребрик высотой с девятиэтажный дом. На котором я оставил два рычага. Потертый выхлоп. Слава богу, что не задело ничего такого в жизни важного, скажем так. Ну и чуть не разложился в бетон. Мои руки меня спасли. Я отрулился. И слава богу, что получилось так. Но заезд продолжить я не смог. Вот вам, так сказать, сказочка о том, как можно нервничать с тем, с кем нервничать не нужно. И как можно улыбаться, когда ты едешь с чемпионом формулы Дрифт и Дрифтмастерс GP. Ну что, Али, кто такой Миллер? Хуиз Миллер. Хуиз Миллер. Я знаю, кто он. Да, я тоже знаю. Он показал себя во всей красе. Весь день ехал круто, и я смотрел твой парня с ним. Вот так. Придется поработать. Ну да. И так, топ-16, я лидировал и сделал вроде неплохой проезд. Так и есть, ты был очень быстро. И уже в последнем повороте я посмотрел в зеркало и, к сожалению, не обнаружил его там. Как я позже понял, он проехал по поребрику и, к сожалению, разбил подвеску. Что и привело к концу уикенда для него. К счастью, я прошел дальше в топ-8. Было бы круто вас увидеть дальше. Конечно. Потому что мне кажется, ваши машины более-менее равны между собой, и уровень вождения у вас высок. Так что мы теперь точно знаем, кто этот ваш мистер Миллер. Так что возвращайся и давай зажжем еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, друзья, еще один этап ушел в историю. Не забудьте присоединиться к нам уже через две недели, 17 августа, на пятом этапе в Ферополисе, Германия. До скорого. И, конечно, третий ступень подиума сегодня для Джека Шанахана. Второе место. И давайте пошумим для победителя Мартин Ричардс. Ну, что я хочу сказать. Гонка прошла очень интересно, насыщенно. Трасса для меня новая, но я ее, в принципе, быстро понял. Вот. Очень круто погоняли. Я наблюдал за тем, как Макс на новой машине едет вживую. И вообще я в шоке от того, как он едет. Никогда он не ездил нормально в Дрифсе. Нету опыта особо. А тут на тебе приехал в Европейский чемпионат. И, не знаю, как сказать, наебунькал тут. Машину очень быстро построили. Ну, в общем, красавчики, молодцы. Команде желаю успеха. Максу желаю побыстрее прийти в себя. Не очковать лишнего. Ехать просто как ты можешь. И не думать лишнего. И не думать лишнего. Рига, Рига, Рига. Спасибо, Рига. Спасибо, потому что только находясь здесь, я наконец-то подружился с Медузой. Я теперь понимаю, как я могу быстро ехать. Какие углы я могу использовать. Где заканчивается Медуза. И я думаю, что эта гонка поменяет все в моей голове. И технически, морально, духовно не люблю говорить. Но и это поменяет, скорее всего, тоже, если это существует. И просто жаль, что это произошло только сейчас. А не, например, во Франции или в Польше. Произошло это только сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok